Добрый день. Как вас зовут? Света. А вас? Лена. Это получается, вы живете здесь в Ясиноватой, да? Ну да. Это ваша квартира, да? Вы вдвоем? Снимаем. Вы снимаете, да? Это получается две семьи, да? Ну, пока я просто у нее нахожусь. Да, у меня мама в гипсу. Я сама в Донецке живу. Просто так как мама сломала себе ногу за ней смотреть некому, я прихожу ей, королю, меняю ей панкерца. Получается, а вы живете здесь, а раньше где жили? Раньше, в Мазорьке, у бабушки. То есть свое собственное жилье нет, да? Нет. Друзья, сегодня мы приехали в две семьи, привезли три продуктовых набора для того, чтобы поддержать эти семьи. У каждой из вас по трое детей, да, получается? Да. По трое детей и сами их воспитываете. Ну, да. Ну, как здесь обстановка весеноватая? Стреляют. Сильно бывает порой? Ну, бывает, да, так нормально. Прилетала они давно нормально. Ну, как, не у нас, конечно. Вот у меня дочка ходит в школу для интерната для сколезников здесь, в Донецке. И вот в начале месяца весеноватой, да, вот были попадания в ее... Да, она тогда в тот момент была в подвале, я ее забрала. И как раз начались вот это вот до 17 сентября, как бы, каникулы. Ну, я ее забрала, чтобы она со мной здесь была. Я не могу перестать. Ну, я понял. Ну, так живут семьи многодетные. Здесь инноватые. Потому что, ну, сюда, если можно так посмотреть, ну, в том направлении буквально, какой-то километр, и там проходит Горловская трасса. Спасибо вам, друзья, огромное. Низкий вам поклон за то, что вы помогаете семьям, живущим на линии фронта. Спасибо. Спасибо большое.